Привет и добро пожаловать на курс Ansible для самых маленьких. Меня зовут Андрей. Я преподаю современные IT-инструменты на ресурсе Rotorad.cloud. Работаю с Cloud Automation и практикую DevOps. На нашем сайте ты найдешь курсы по самым востребованным инструментам для реализации современных DevOps-техник. Эти курсы понравятся тебе своим практическим подходом к обучению. Я в IT-индустрии уже более 18 лет и мне действительно есть чем поделиться. В этом курсе мы учим Ansible в серии лекций, в которых в легкой и доступной форме я расскажу тебе об основных понятиях и применении Ansible. Также все моменты, в которых, как мне кажется, ты можешь застрять, я покажу в демо. В них мы установим Ansible, подготовим управляемую среду для Linux и для Windows. И наша киллер-фича, с которой ты, может быть, уже сталкивался в курсах от Rotorad.cloud, это серия практических упражнений прямо из браузера. В конце курса ты развернешь настоящее веб-приложение Production уровня. С помощью ролей это будет финальное задание курса. Давай познакомимся с задачами курса. Это курс для самых маленьких, поэтому мы рассматриваем все с самого начала, с самых базовых вещей, которые нужны для работы с Ansible. Тебе не требуется опыт в языках программирования и написания бэш-скриптов, но если у тебя есть такой бэкграунд, тебе, разумеется, будет проще. Я объясню, что такое Ansible, зачем он нужен и какие задачи выполняет. Я покажу, как его установить и настроить на виртуальных машинах, таких как VirtualBox. Для работы с Ansible нам необходим YAML. Это его основной язык. И у нас будет глава, что это такое и практические упражнения на это. Если ты не знаком с YAML, не волнуйся, это не так страшно. Если ты попрактикуешься в наших упражнениях, у тебя все получится. Далее мы разберемся, что такое файлы Inventory, зачем они, как их подключают и их синтаксис. После мы рассмотрим, как работают Playbooks и узнаем, зачем нам модули в Ansible и что такое переменные и какие преимущества они дают. Также мы посмотрим на основную механику Ansible, а именно на условия, циклы и роли. Для каждой такой главы у нас будут практические упражнения, которые дадут тебе достаточно опыта, чтобы начать писать свои решения для автоматизации Ansible. Смотри на этот курс, как на предисловие к более продвинутому курсу для получения достижения Red Hat Certified Specialist in Ansible Automation X407. Поэтому я включил несколько дополнительных тем, с которыми тебе нужно быть знакомым, прежде чем проходить тот продвинутый курс. В этой последней главе я расскажу тебе об особенностях Windows Setup, об Ansible Galaxy, что такое динамические инвенторы и паттерны, а также зачем тебе нужны Custom Modules. По поводу лабораторных. Ты можешь установить Ansible и попробовать пройти их на своем окружении. Для этого в демо я покажу, как установить среду для Windows и Linux. Ты можешь использовать команды из демо и лекций. Но как ты, наверное, знаешь, все наши курсы имеют практические упражнения для закрепления. В рамках курса я предоставлю полностью подготовленное окружение с одним Ansible контроллером и одной целевой машиной, в котором ты сможешь делать финальную работу или практиковать без какой-то либо подготовки окружения прямо из своего браузера. Также я предоставлю онлайн-симулятор, который поможет тебе практиковаться в составлении файлов. В этих лабораторных отражены материалы из курса, которые ты сможешь запустить в удобное тебе время столько раз, сколько тебе нужно. Если ты что-то не поймешь, в нем есть система подсказок, поэтому в нем невозможно застрять. Специальный обучающий модуль будет задавать вопросы, ставить задачи и проверять твои действия. Надеюсь, я убедил тебя попробовать. Так что вперед! Жду тебя первой лекции!